Послание отца Абсолюта 13 февраля 2023 года Война менталитетов Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня мы поговорим об энергетических границах между различными государствами. По большому счету, здесь действует тот же самый механизм, что и во взаимоотношениях между людьми. То есть происходит такая же грубая и тонкая энергетическая настройка. В данном случае одной из грубых настроек может служить единая религия, которая способствует сближению тех или иных стран. Дело в том, что каждая религия, вернее ее и Грегор, несет в себе определенный вид энергии. Так, например, жители православных, католических, мусульманских стран чувствуют гораздо большую общность с жителями стран с такой же религией, и поэтому им гораздо легче взаимодействовать между собой. Объясняется это тем, что энергетически они подключены к одному и тому же Грегору, который создавался веками. И эта энергия распространяется на всю страну, независимо от того, насколько верующими являются отдельные ее жители, поскольку обычаи и традиции каждой страны, как правило, тесно связаны с религиозными догмами и обрядами. Людям, уже принадлежащим к разным энергетическим и Грегорам, гораздо сложнее найти общий язык. Так, например, приток мусульман в европейские страны привел к невообразимому хаосу, и прежде всего энергетическому, хотя многие люди не отдают себе в этом отчета. Люди разных религий, обычаев и традиций имеют настолько разный менталитет, который представляет собой грубую энергетическую настройку, что сосуществовать вместе для них оказалось невозможным. В результате в этих странах создаются мусульманские анклавы, где эмигранты продолжают жить по своим собственным законам. И вот что происходит в этих странах на тонком плане. В результате мощного энергетического отторжения европейских ценностей и традиций выходцами из мусульманских стран в местах скопления этих людей возникают мини-Грегоры. Их можно сравнить с пробоями в аурах и Грегорах европейских стран, в которых образовались такие анклавы, что и приводит к катастрофическим последствиям, сначала на энергетическом плане, а затем и на физическом. А теперь представьте себе, в какой решето превращается эгрегор этих стран, если подобные анклавы возникают практически в каждом городе, и процесс этот лишь набирает обороты. Конечно, все это происходит не случайно. Это тщательно спланированная тактика глубинного государства далеко идущими последствиями, которая несет в себе их излюбленный принцип «разделяй и властвуй». На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.